Ну вот здесь вот у нас Игорь Владимирович сидел с ребятами рыбачил. А сейчас волна поднялась, плохо стало видно, да и рыба не так клюет. Они перебрались туда, вон они на дамбе стоят. То есть на дамбе сейчас тут ловят. Здесь вот Игорь поймал как раз желтого карася, одного и нескольких гальянов. По сравнению с тем годом, конечно, клюет не очень. В том году очень много было гальянчиков. Посмотрим, что у них там. Есть ли у них какой-нибудь клюв или нет. Может что-то носил. Там темнеет немножко. Сегодня у нас Что у нас сегодня? Вторник. Вот они приехали с утра уже. И вот с утра уже рыбачат. Сейчас уже обед прошел. Интересно, мы садили тут колышки, мы с братьями, и вот переросло всего несколько штук, а остальные погибли. Особенно вот с этой стороны, где боделистые от сухие. То есть не переросли. Хотя делали по весне, и вроде влага была, вот не дало и все рос свой. Корни, мы успели отрасти. Не так-то просто. Хотя ветла, она очень, конечно, выживучее дерево. Но без влаги, конечно, не идет. Вот с этой стороны проросла. Может даже из-за того, что мы тут потолще делали, наверное. Или более влага здесь поближе от воды. Вот ломба опять уже зарастает. Это вот трава Пэрей, если кто не знает. У нее вот тоже как у пшенички такие, только маленькие зернышки. Вот, а есть еще костер называется трава. Обычно это костер-трава. Там ребятишки, я помню, в детстве загадывали петух или курица. То есть раз вкладан костер, как раз его видно. У нас так делали и смотрели. Там курица. А если там хвостик торчит, то петух. То есть своего рода такая небольшая игра. Вот этот Пэрей все. Корни у него очень мощные. Да и у костер, который тоже трава называется, тоже корни мощные. Все сплошняком заполняет ковром. Для покосов это самое то. А вот если попадает в огородчики, где грядки, там уже плохо с ним бороться. Вот тут вот старый слив был. Тут небольшой муток остался. Тут каждую весну вода лилась и образовалась яма. Вот в этой яме вора стоит. Забили колья. Вот они. Заделали это место. Тут опасно подходить. подмывает. Потому что... Что у нас тут еще? Это вот как раз ветла называется дерево. Такое вот оно. Со стороны... Со стороны вот оно смотрится. Сейчас покажу. Очень такое кукчистое. Красивое дерево смотрится. Вот здесь от тополя. Хотя у господа все, конечно, красиво и чудно. Здесь вот сваи. Вот они. Мы устанавливали. Тут вымыло водичку. Надо будет заново забивать всю эту глину с соломой. Ну то есть... Разделаем, делаем с дерева. Это все, конечно, подделать приходится. Вот тут стоит у них. Поплывок вон видно. Ну и что, братья, поклевы какие-нибудь есть тут, нет? Ну я одного поймал еще. Гальяна? Ну вот здесь поклевы. То есть здесь хуже, да? Да, нет, это никуда не годится. Еще тут кусты эти, вон видишь, все, намотали бородушек тут. Уже больше, чем рыбачим плетем. Вот немножко, вот немножко, вот-вот-вот. Какой-то просвет, да? Володя пришел здесь, что-то тут у нас. Третьего человека не хватает просто. А вот сейчас надо распутывать. Давай я подержу. Вот так, вот так крутить надо вот так. Вот как так? Говорю, в кусты не лезьте. Залез в самый вот сюда куст. Прям вот в куст залез. Понамотал на этот куст. Ну, наверное, я думаю, это... Собознелся тем, что можно там удочку положить, наверное, да? Да, наверное, что-то такое есть. Удочку куда-то там. Как после, когда я размахнулся, чтобы кинуть? Да, размахнулся он тут еще. Что накинуть, а она зацепила туда еще. Размахнулся, чтобы кинуть. А я говорю, в том году ребятишки двое тоже встали рядышком. Как один махнул, все, и заповедился сразу. Ну, все, короче, говорят. День есть день. Так я еще пошел гальяна в ветров ложить. Вот ветров. А вот куст растет. Я вот от куст наступил, а это оказывается где-то яма. Как хряпнулся со своей ногой. Удочку бросил, вот так на спину успел перевернуться. Чтоб не повредить. Ну, конечно. И упал такой лежу. Ну, на какое ты сюда перся? Ну, явно гляделось, что тут что-то не было. Ну, а что, Игорь Владимирович, зато небо какое посмотрел. Ну, да, небо, Игорь, главное вода. Сейчас бы покупаться можно. Купать еще, позволяет. Погода позволяет. Не нафиг, все просилось. Я говорю, до вечера потом искупаешься. Ну, все, собирайте удочки, пошли купаться. Вот там, где мы были сейчас. Я думаю, лучше сейчас здесь вот особенно не рыбачить. Например, это раз мы все поняли, что вот здесь не рыбачить никогда. А вон эти мальки плавают. Маленькие. Маленькие, такие маленькие. Гальянчики. Ну, это я только первый заброс сделал сразу. Поклевка. Потом второй, третий, на четвертый гальян. Ну, и все. И закончилось, наверное. Я первый раз вон там подальше кинул. Это надо, брат, наверное, не сравнить с горными реками, где вы там работаете, да? Ну, там пискар есть. Там гальян есть, да, но не такие. Пискар идет хорошо. Не, мы в том году они хорошо таскали. Это что-то вот в этом году даже на мордушке очень плохо ловится. То ли гальян подзамерз, то ли что-то непонятно вкусно. То ли еще растет пока. По осени-то Игнатьич только успел мордушки таскал. А тут еще коряги, тут еще опаснее даже. Игнатьич, значит, не подумал, когда вам посоветовал, тут коряги торчат в воде. Я-то думал, тут все знают. А я подошел. Моя-то удочка длинная, а у них такая отыши. А я сказал, что прошлись. Вот и прошлись. Ну что, так опыт приобретается постепенно. Горькие, правда, удочки. Тут тоже братья, когда вот это, грабли-то они вот здесь утопили как раз где-то рядышком. Грабли какие? А, там это, Маргарита, грабли хорошие такие широкие. Прямые рожки такие, мощные такие широкие. И что они с ними делали? А Игнатьич, поза том году утопил тут лопату. Держал вот так лопату эту свою, а ее забивали. И у него у нас соскочил, гвоздь выпал. А, и улетела, да? Да, и он говорит, поищите, говорит. Они на лодке поплыли, а Сергей держал. И он что-то руку ослабил, и у него слетела она. И ушла. Короче, вместо лопаты еще и грабли. Да. Потом я смотрю, что-то он ныряет. А там возле огородчика был. Ну что с ним случилось? Он так ныряет, ныряет так активно. Оказывается, он грабли искал. И все? Все, все, посеял. Все прорискали, ходили. Потом другими тут граблями искали. Не так надо было. Надо было магнит брать. Да вот. И все. Магнит я что-то не... А, иначе побоялся, говорит, и этот еще утопит где-то. Магнит? У него единственный магнит, говорит, еще... А, нет, ну не маленький магнит. Специальные магниты прям продаются. А я знаю эти вот. Надо вот купить, она не знаю сколько стоит. Люди металом так вытаскивают из городов. Да, да, да. Я видел ролики в интернете. Там же под водой оно легче тянется. Угу. Хороший трусик. Вот тем более я сейчас этот плот то я сделал. Было бы удобнее, чем с лодки то. Лодка постоянно ее крутит туда-сюда. А с плота то легче было. Можно побояться, чтобы она на корягах лопнула. Вот он у него лопнет. Здесь дерево сделает. У него там бутылки правда, но все равно... Ну и пластик. Кстати, ветер сменился, сейчас куда-то сюда идет уже. Да нет, он отсюда идет. С северной стороны откуда-то. Да он тут на деню несколько раз меняется. Ну вот так вот, однако. Нету ничего, да. Активного плева нету. Так немножко как плево. Ну я помню, что позатом или в том году Женя Ничук вот это рыбачил. Он там со стороны берега, где березка. У него хорошо ловилось карпы. Они карпов запускали. Но он их прикормил. И хорошо тогда он не пошел. Ну я тоже туда прикормки кинул. Почему у нас может и пошло. А сюда не стало. Ну попробуй. Ну если прикормить, то что-то бы и было тоже. Это надо вот мы, у нас желание было как-то вот эти коряги все отпиливать. Но так и не занялись ими. Когда теплая вода. И так сделали много. Вот тоже здесь вот размыло. Опять надо будет забивать глину соломой. Вот сейчас вот вдоль берега вода-то прозрачная. Можно было бы даже поискать эти грабли. Ну не знаю. Их наверное сейчас уже не увидишь. Они уже поди обросли уже наверное. Вот они под тину ушли. Ну под тину не знаю. Но они тяжелые. Могли и уйти да. Мне единственное что удивило, что черенок не сплыл. Он вместе с черенком ее потерял-то их. Ну черенок тоже тяжелый. Черенок почему-то не сплыл даже. А погрузился та же вместе с граблями туда вниз. Может на тарь загребаста наши грабли вместе с лопатой. Сейчас она придумает что-то. Что-то он еще разом придумает. Ну ладно. Господа красота везде. Где бы ни находился везде красиво Господь. Все чудно сотворил. Все сломалась удочка. Да? А ты с собой привез которую? Ну да. Тебя сломалась. Полопалась. Ну че. Как обычно, на Китай все грешим. Китайцы виноваты. Потому что они делают, чтобы у них работа была. Платили им. Ну платили они. Получают то не так много конечно. Зато за счет множества они выигрывают. Их очень много. Много. Вот они. Голянчики плавают. И коросик. Что сказать. Что не скажешь. Сегодня нет улова. Завтра Господь пошлет. По разуму бывает. Слава Богу за все. Их 100. Продолжение следует...